Получить государственные и муниципальные услуги можно не только при непосредственном личном обращении в те или иные учреждения и организации, но и при использовании портала государственных услуг госуслуги.ру. О преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через единый портал госуслуг представителям артёмовских средств массовой информации рассказала Елена Пискова, заведующая отделом социально-экономического развития администрации Артёмовского городского округа. Это, конечно же, доступность получения информации, связанной с получением услуг, упрощение процедур получения государственной или муниципальной услуги, сокращение временных затрат, связанных с получением услуги, информированность гражданина на каждом этапе работы по его заявлению, возможность подачи заявления о предоставлении услуги с домашнего или рабочего компьютера, ликвидация бюрократических проволочек вследствие внедрения системы электронного документа оборота, и, конечно же, снижение коррупционных рисков, возникающих в приличном общении с чиновниками. Подать электронное заявление можно в любое удобное для самого человека время, независимо от времени суток, праздничных или выходных дней. Можно воспользоваться любым компьютером, планшетом или мобильным телефоном. Самое главное, чтобы гаджеты были подключены к сети интернет. Возможностями портала госуслуг могут воспользоваться как физические, так и юридические лица. С помощью портала вы можете использоваться многими популярными сервисами. Можно получить загранпаспорт, можно получить паспорт, оплатить штрафы ГИБДД, получить информацию о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации, узнать о своих пенсионных накоплениях, получить историю обращения в Пенсионный фонд Российской Федерации, узнать свою налоговую задолженность, отправить налоговую декларацию. Можно зарегистрировать автомобиль, либо снять транспортное средство с регистрации. Можно получить информацию по исполнительным производствам. Можно получить справку о ходе либо отсутствии исполнительного производства. Пройти регистрацию по месту жительства или по месту пребывания. Поменять паспорт Российской Федерации в 20 или 45 лет. Получить какую-то адресно-справочную информацию и многие-многие другие услуги. Кроме того, через портал можно производить оплату различных государственных пошлин и сборов. Чтобы иметь возможность воспользоваться электронной услугой, пользователь должен зарегистрировать личный кабинет. Для регистрации личного кабинета на сайте понадобится только ваш СНИЛС, номер пенсионного страхового свидетельства, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Подтвердить личность можно следующими способами. Первый способ – это лично посетить один из пунктов активации простой электронной подписи. Такие пункты у нас созданы в Артемовском филиале государственного бюджетного учреждения многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ, которые все, наверное, уже знают. Пункты активации личной подписи также имеются в администрации Артемовского городского округа, кабинет номер 11, и в Управление образования по адресу улица Комсомольская, 18. Еще один вариант получения кода подтверждения личности через Почту России, а также с помощью универсальной электронной карты. В результате подтверждения личности любым из этих способов учетная запись становится подтвержденной, что позволяет пользоваться услугами на портале. Для обладателей смартфонов и планшетов разработаны бесплатные приложения портала Госуслуг. На базе Android операционная система также Apple, Windows, iPhone и так далее. То есть, в принципе, сейчас очень много технических возможностей для посещения этого портала. Это госуслуги.ру